Его имя сохранилось до наших дней в поговорке «Как Мамай прошел». Она обозначает полнейший беспорядок, разруху и опустошение. Представляете, какие беды он принес на Русь? С ним связана одна из самых известных страниц истории – Куликовская битва, в которой русские войска одержали важнейшую победу. Так как может главный враг Дмитрия Донского быть прадедом его правнука Ивана Грозного? Иван Грозный – один из самых известных русских правителей, с именем которого связано множество достижений. Это при нем начался созыв земских соборов, составлен судебник 1550 года, проведены реформы военной службы, судебной системы и государственного управления, покорены Казанское и Астраханское ханство, присоединены Западная Сибирь, область войска Донского, Башкирия, земли Ногайской Орды. Это при Иване IV прирост территории русского государства составил почти 100%, а к завершению его царствования Россия стала размером больше всей остальной Европы. Так каким образом он мог быть потомком того самого темника Мамая? Более двух десятилетий Мамай являлся фактическим правителем западной части Орды, но он не принадлежал к прямым потомкам Чингисхана и не имел вследствие этого возможности законно стать ханом. Обладая реальной властью, Мамай манипулировал безвластными чингизидами. Поражение на Куликовом поле стало началом конца всемогущего темника. В сентябре 1380 года, неподалеку от того места, где монголы нанесли русским первое поражение, состоялась решающая битва между законным ханом, потомком Чингисхана Тахтамышем и узурпатором Мамаем. Битвы, собственно, не было, так как на поле боя большая часть войск Мамая перешла на сторону Тахтамыша и присягнула ему. Мамай бежал в Крым, где и был убит по приказу хана. Похоронен Мамай в шейх Мамай, ныне это село Айвазовское возле города Феодосия. Его курган нашел впоследствии известный художник Иван Константинович Айвазовский. Но как Иван Грозный, потомок Дмитрия Донского, мог оказаться потомком злополучного Мамая? Все дело в том, что мать Ивана Грозного, Елена, происходила из литовского княжеского рода Глинских, которые, согласно родовой легенде, считали именно Мамая своим предком. Родовые земли Глинских находились на территории современных Полтавской и Черкасской областей Украины. Так вот, в ряде частных родословных, в частности в Келейной книге и Синодальном списке, род Глинских действительно ведется от темника Мамая, сын которого Мансур Кияд якобы выехал из Крыма и создал в приграничье между Золотой Ордой и Великим Княжеством Литовским свое автономное княжество. От него-то и пошли князья Глинские. Татарские воеводы действительно переселялись в Литву и Польшу, как и в Москву. Ничего удивительного здесь нет. Например, польский писатель Генрих Сенкевич – их дальний потомок. К этой версии происхождения Глинских в XVI веке относились критически. Вероятно, поэтому она и не попала в государев родословец, хотя Глинские и состояли в родстве с Иваном Грозным. Зато советский историк Александр Александрович Шенников еще в 1981 опубликовал статью, в которой приводят веские доказательства в пользу правдивости этой легенды. Он первым обратил внимание на родословную, изложенную в бархатной книге. Царь Ординский Мамай Койва-на-Дону побил князь Великий Дмитрий Иванович, а у Мамая царя сын Мансур Киян князь. А у Мансур Кияна князя сын Олекса князь окрестил его в Киеве митрополит, а от него Глинские. Приводит он еще один интересный документ. Последний золотордынский хан Шах Ахмат незадолго до разгрома остатков его орды крымцами просил о помощи польского короля. Не получив ответа, в 1501 году он написал письмо с просьбой повлиять на короля его приближенным князьям Глинским. В сохранившемся польском переводе этого письма он обращается к ним как к своим. Кията князья Мамаева истинные дети. Он взывает к еще не угасшему татарскому этническому самосознанию Глинских, явно рассматривая их как свою агентуру при короле. Видимо и Глинские ранее дали ему повод для такого обращения. Мало того, историк приходит к выводу, что вотчина Глинских не просто была пожалована им, а развелась из их же собственного княжества, княжества Мансура в районе Полтавы, которая появилась не на пустом месте, а на северной окраине кочевой территории группы татар, потомков половцев, подчиненных Мамаю и его ближайшим предкам. Так что Мамай вполне мог быть предком государя всея Руси Ивана Васильевича Грозного. Впрочем, другие исследователи возражают против такого явного подчеркивания их родства. Дело в том, что каких только предков у Грозного не было. Помимо известных всем византийских палеологов, не менее знатные византийцы – Кантакузины, еще один заклятый партнер Руси, основатель династии Генеминовичей, правители Армении. Итальянские корни прослеживаются по Савойской династии. Там затесалась и Мария Брабанская, а Брабант – это исторический регион в Нидерландах, ну и, конечно, сербские и болгарские властители. Вот такой вот интернационал. Если хотите видеть наши новые выпуски, подпишитесь на канал История Интересна. И не забудьте нажать на звоночек уведомлений. Новые истории, нарративы и статьи на нашем канале в Яндекс.Дзен и в группе ВКонтакте. Ждем вас и там. Не забудьте подписаться.